Мы находимся в Гоголь-центре, где сейчас проходит литературная премия НОС «Новая словесность», которая организована фондом Михаила Прохорова. Ежегодная литературная премия НОС, стартовавшая в 2009 году в год 200-летия Николая Васильевича Гоголя, основана для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. Здравствуйте! Как поживает НОС? НОС прекрасно поживает, прекрасное сегодня настроение. Я думаю, что сегодня вечер удастся. НОС с каждым годом растет? Да, 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 совершенно верно. Постоянные зрители это заметят обязательно. Как вы думаете, кто сегодня победит? Неважно, кто победит, главное, классная атмосфера. Это книги авторов, кто претендует на победу в этом году? Да, это книги авторов из шорт-листа, плюс книга прошлогоднего лауреата и новая книга лауреата позапрошлого года Алексея Цветкова. Опять же, тут непонятно, кто выиграет, поэтому посмотрим, что будет. В роли ведущей мероприятия выступила Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение». Основным победителем премии НОС-2016 был признан Борис Лего с книгой «Сумеречные рассказы». Приз читательских симпатий получил Игорь Сахновский с романом «Свобода по умолчанию». Ирина Дмитриевна, как премия НОС помогает ориентироваться в современном литературном мире? Хочу заметить, что любая литературная премия способствует ориентации читателя в море литературы. Мне кажется, что уникальность литературной премии НОС в том, что у нас и шорт-лист, и победители выбирают в открытых дебатах, которые транслируются онлайн, и потом люди могут посмотреть еще раз принцип открытости принятия решений. Просто в самих дебатах, если уж не рождается истина, то, по крайней мере, раскрывается многообразие талантов и литературных трендов. И читатель, которому очень важно понять, а что происходит в литературном мире, он услышит не одно имя победителя, а он упоминание очень многих авторов разных может также услышать, и это расширяет спектр его знания о литературе. И более того, заинтересовавшись этими спорами жарками, он пойдет и, может быть, купит пять книг, а не одну, прочитает, и для себя сделает вывод, что, конечно, победил этот, но мне-то на самом деле нравится другой. Ксения Ангел, Павел Липатов, Марина Агейкина, Анна Воеводина специально для информационного агентства «Библиоглобус».